Бородьба с коронавирусом протягивая объедновывать громадство, как с бирах, чы насельництва от этой хворобы. Федерация профсоюза в Беларуси закликает свои структурные одинки по всей краине усмыцнить контроль за выполнением гигиеничных нормов. Важным аспектом профилактичной кампании является забеспечение усим необходимым пенсионеров, тех, кто больше за всех рискует заразиться. Абтым, як разные профсоюзные организации уносят свою кладу оборону гамильчан от вируса, доведалась наша здымочная бригада. Филиал «Гомельские электричные сетки» по улице Барыкина в областном центре наличвая коляд 400 супрацовников. Керавництво предприемства и его профсоюзная организация приняли терминовые меры, как бы все имели доступ до сродков профилактики и спокойно выконывали свои обоязки. Дозаторы с антисептиком, специальные диванки для ног и информационные стемды зауседу распоряджений коллектива. Я думаю, что филиал «Гомельские электричные сетки» мает множество районных подразделений. Яны так само забеспечены необходимым. Здесь работают около 400 человек, но остальные все по РЭСам. И у нас еще есть служба линии. Там тоже все. Есть участки Зябровский, Светиловский. Все там тоже уже стоит. Есть запас, который позволяет нам пока не беспокоиться об этом. Наша здымочная бригада задзернула и в Гомельскую городскую клиническую больницу номер один. Докторы и многие пациенты тут носят маски. Наемисты с антисептиком висят навод калевоходу в будинок. Дякуючи правкам и керавництву установы, наведвольники и супрацовники больницы мают махчимость выконывать потребные меры безопасности. Материальную поддержку оказала и Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников Аховы Здоровья. Профсоюзный комитет нашей организации решил на совместном заседании с администрацией выделить еще дополнительные средства, но уже на закупку средств индивидуальной защиты для наших сотрудников. Мы обратились с этой инициативой, с ходатайством в областную организацию. Нас поддержали и тоже поддержали материально. Профсоюзные организации на всех узровнях ожицовляют свою миссию. Студентские правками – не выключение. Наученцы Гомельского державного медицинского колледжа активно наведываются пенсионеров и ветеранов труда, которые неколи працевали в этой установе. Сегодня яны, опранутые медицинские халаты и маски, стали гостями Светланы Бабковой. Каля 40-х годов она займала разные посады у стенах колледжа, а завершила свой працованный шлях наместником директора по учебной работе. Конечно, важно общение, важно о том, что не забывают, важно о том, что помнят. И приятно, я довольно часто попадаю в лечебное учреждение, у меня часто срывается ритм. И студенты, даже те, которые заканчивали 30 лет, они меня признают. Молодь не только принесла Светлане Бабковой гостинца, але и нагадала женщине о правилах профилактики. Так потребный у ГЭТа не простый час. Сегодняшние умовы обвязываются робить ГЭТа с подвоенной силой. В связи со сложившейся обстановкой мы чаще их посещаем, чтобы они поменьше выходили из дома, потому что это небезопасно. Я знаю, что у них, конечно, есть и сыновья, дети, много родственников, но помощь окружающих, внимание их, я думаю, оно очень ценное. С уместными намаганиями же хары нашей области робят ее больше беспечной и здоровой. Уклад профсоюзных организаций Гомеля у ГЭТуя справу нельга недооценить. А кроме забеспечения людей с родками профилактики, они информуют их об правилах поводенного подчас пандемии и закликают у всех заховывать спокой.